Я хотел бы сегодня вечером поделиться очень важным словом, которое, если вы откроете ваше сердце, может во многом поменять вас и поменять ваши взгляды. Вы знаете, когда мы читаем Библию, кажется, что Библия – это очень несовременная книга. Библия написана, апостолы ее писали 2000 лет назад, это уже 20 веков прошло. А если говорить про более поздние времена, пророки и другие, патриархи Ветхого Завета, то там еще больше времени. И казалось бы, что эта книжка имеет общего с современностью? Что общего в этой книге? Но вы знаете, если в нее начать вчитываться, продираясь через всякие вот эти анахронизмы, часто такие устаревшие какие-то слова, то начинаешь замечать, что то содержание, те смыслы, которые заложены в этой книге, они не просто современные, а они именно актуальны как никогда для того времени, в которое мы сейчас с вами живем. Я хотел бы с вами поговорить сегодня об одном человеке, который жил еще древнее, чем апостолы Иисуса Христа. Он жил примерно 2600-2700 лет назад, родился в маленькой деревушке, недалеко от Иерусалима. И когда он родился, родители ему дали имя Еремия. Когда обычно верующие слушают про Еремию, сразу думают, о, это пророк, который написал книжку Еремии, и там что-то, наверное, забыл и дописал еще плач, небольшую книжку Еремии. Эта книга бонусная такая. Это какой-то такой пророк где-то между Исаией и Эзекиилем, и вот с этими Исаием, Эзекиилем и Еремиями там просто можно запутаться. Но, дорогие, вот если вы подумайте, вот вдумайтесь в жизнь этого человека, человек этот был уникален. Когда ему дали имя Еремия, это означает «возвышенный Богом». И на самом деле его судьба во многом воплотила его собственное имя. И Бог его призвал, когда он был молодым человеком. Я могу хорошо понимать, потому что Бог меня призвал к пастерству. В начале 90-х годов, когда мне было 19 лет, я был студентом университета, и мы решили собраться в маленькой такой квартирке со студентами, начали читать Библию, изучать, там проводили собрания. Первая кафедра была, мы просто брали стол, переворачивали его, такой небольшой столик, накрывали чем-то, типа кафедры был такой, и проповедовали с этой кафедры, и мечтали, что однажды мы будем в больших залах проповедовать. И когда сегодня наша церковь является самой большой христианской общиной здесь, на Урале, кажется, ну вот с чего это все начиналось? Это начиналось с маленькой группки молодых людей. Поэтому я очень хорошо понимаю Еремию. Я хотел бы вам прочитать из первой главы книги Еремии несколько стихов, как раз вот об этом призвании. В четвертом стихе первой главы книги Еремии говорится, «И было ко мне слово Господне. Прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Пророком для народов поставил тебя. И я сказал, о Господе Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь. И все, что повелю тебе, скажешь». Я думаю, многие слышали о такой вещи, которая называется эйджизм. Слышали эйджизм? Что означает эйджизм? Да, это дискриминация по возрасту. Когда там бывают старыми, пренебрегают, типа, а что от него ждать, старик? Сколько ему там уже? 30 лет. Куда он лезет? Точно так же бывает пренебрегают молодыми. Ну, кажется, что он может? И вот, знаете, такое пренебрежение молодостью, как бы кажется, вот, даже сами молодые, я замечу, пренебрегают. Когда вот встречаешься, такие лбы уже там за 20 лет, и они такие, а что мы еще вот, а что мы еще, еще вот, мы еще вот такие. И как будто человек, словно, сам пренебрегает собой. Очень интересно, что апостол Павел, когда обращался к молодому служителю Тимофею, как бы к своему духовному сыну, он говорил ему, пусть никто не пренебрегает юностью твоей. Потому что очень часто именно в юности происходит то, что Бог потом совершает во всей нашей жизни. Вот у меня, вот то, что мне Бог показывал, вот именно в самые первые годы моего уверования, когда мне еще не было 20 лет, потом вот те видения, те откровения, которые он мне показывал, те наполнения, то призвание, которое он мне давал, оно потом раскрывалось спустя годы и годы и годы. Поэтому очень опасно пренебрегать своей юности, думать, что я еще ничего не понимаю, я еще ничего не знаю, я еще такой маленький, и я прихожу там в церковь, там где-нибудь сижу в конце, там, как некоторые вообще молодые приходят, там на прославление с проповеди уходят, типа еще маленький, что ты там поймешь в этих мудрых пастырских проповедях. И вот такое пренебрежение мы очень много можем упустить из того, что Господь совершает в нашей жизни. Поэтому никогда ни другим не давай пренебрегать своим возрастом. Ни сам никогда своим возрастом не пренебрегай. Потому что очень часто Бог касается людей именно в молодом возрасте, когда еще разум не замусорен всякой ерундой, которую люди накапливают в своей жизни. Пока еще мозги более-менее чистые, более-менее такие свежие, малоиспользованные, я бы так сказал, вот в это время часто Господь касается человека. Поэтому Бог и говорит Еремии, не говори, я молод, потому что все, что я тебе скажу, скажешь, и куда тебе повелю, пойдешь. И вот смотрите, вот дальше Господь говорит пророку в 8 стихе, «Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя», сказал Господь. И простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь, «Вот я вложил слова мои в уста твои, смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Вот смотрите, Бог призывает человека, и Бог говорит ему такое удивительное слово. Мы как-то общались с одним очень известным музыкантом, и он мне сказал, знаешь, говорит, Виктор, вот есть люди, которые тренды создают, а есть люди, которые в эти тренды встраиваются. То есть иными словами, есть люди, которые где-то внутри себя создают реальность, а есть те, кто под эту реальность подстраивается. Когда вот мы с вами читаем о таких пророках, как Еремия, нам кажется, ну это какие-то особые люди, это суперлюди. Они никакими суперлюдьми не были. Они были точно такими же, как мы с вами. У них был такой же страх. Они так же боялись, они так же переживали. И точно так же они недоумевали, как я могу, как я могу проповедовать там в церкви, как я могу что-то говорить, да я еще как бы не способен к этому, мне еще как бы расти и расти. Мы всегда себя считаем что-то как бы неподготовленными. Мы не доросли как бы еще. Но когда Бог призывает, смотрите, Он призывает, Он показывает, что ты будешь тем, который будет созидать и разрушать, насаждать и искоренять. То есть вот как бы создавать вещи. Вы знаете, к сожалению, сегодня церковь очень мало чего-то создает. Мы, как правило, встраиваемся. Мир создает тренды, мы встраиваемся под эти тренды. Мир создает какую-то моду, мы встраиваемся под эту моду. Там моден, там стендап выступление. Ну, по идее, церковь должна быть в этой сфере выступлений созидательницей, потому что проповедники испокон веков созидают. Но нет, сегодня как бы церковь встраивается и как бы пытаются вести себя как стендап-комики. Мы как бы все время подражаем, мы встраиваемся. И часто опасно что-то создавать, потому что ты как будто выставляешь себя перед всеми. А что про меня скажут? А что подумают? А кто ты такой? А что ты о себе возомнил? Намного проще, намного спокойнее просто как-то встраиваться, как-то быть как все, не высовываться, помалкивать, если тебя не спрашивают. Вот такая очень удобная и во многом безопасная позиция. Но если вы по-настоящему хотите служить Господу, вы должны быть, знаете, в хорошем плане не от мира сего. То есть людьми, которые не собираются встраиваться, а которые собираются нечто созидать. Что Богу не угодно разрушать, что угодно созидать, что нужно насаждать, а что не нужно искоренять. Словно, знаете, такое право приходит, как вот написано во Христе, да он говорил, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Он не пытался подстраиваться под модные тренды того времени. Там тоже были модные тренды. Была там школа Гилеля, были какие-то раввины такие. Школа Шамая, там было тоже свои какие-то тренды. Пришел Иисус, Он пришел созидать. Он пришел говорить. Сразу на Него обратили внимание. Сразу же Он стал выделяться. А мы боимся выделяться. Мы не хотим, потому что это опасно выделяться. Ты словно выставляешь себя перед всеми. И поэтому намного безопаснее встраиваться в тренде. Поэтому сегодня очень часто голос церкви, он не слышен. Церковь часто не видна. Почему? Да потому что мы встраиваемся. Потому что мы не созидаем. Потому что мы что-то не несем. Мы пытаемся подстраиваться. Мы пытаемся быть как все. Поэтому проходит время, и мы смотрим, влияние христианства, оно все меньше и меньше и меньше. То есть мы, конечно, на сцене-то говорим большие вещи и крутые вещи говорим. Но реально в жизни наше влияние, оно просто мизерное. Любая компания, типа Кока-Кола, оно влияет намного больше. Какой-нибудь Макдональдс влияет намного больше, чем современное христианство, как несовременные церкви. Потому что мы встраиваемся, мы боимся что-то делать. Мы боимся что-то созидать. И вот поэтому, когда Бог обращается к Иереме, Он говорит, если я призываю тебя, ты должен не бояться. Не бояться. Не бояться делать то, что я тебе говорю. Мы хотим делать то, что Бог нам говорит, но только чтобы не вызывать лишнего шума, не привлекать лишнего внимания, как-то вот не высовываться. А так не получается. Или, или. Или мы встраиваемся, или мы что-то несем новое. Или мы созидаем, или с нами никто не будет считаться. И вот посмотрите. Дальше Господь говорит пророку. И было 11 стих. И было слово Господне ко мне. Что видишь ты, Иеремия? Я сказал, вижу жезу миндального дерева. И Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. Я специально попросил моего друга, искусственного интеллекта, чтобы он мне нарисовал как раз, как Иеремия смотрит на жезл миндального дерева. Вот этот молодой мальчик. Ну что мы думаем, такой бородатый пророк. Нет, это был молодой мальчик. Это был юноша из юнош. И вот он смотрит на жезл миндального дерева. Миндальное дерево называют в Израиле бодрствующим деревом, потому что это уникальное дерево, когда цветы на этом дереве появляются раньше листьев. И вот он смотрит на это миндальное дерево. Что ты видишь? Вижу жезл миндального дерева. Правильно. Потому что я бодрствую. Бог бодрствует над словом моим. И Бог словно пытается передать пророку свой характер. Если я такой бодрствующий, то и ты точно так же должен быть человеком бодрствующим. Потому что, знаете, есть такое ощущение, что многие люди свою жизнь проводят как бы во сне. Вот они даже вот так, даже когда здоровы, что у них вот так вот рука как просто проваливается сквозь пальцы, она проваливается. И они вот такие ходят. И каждый такой вот, мы молодые люди, мы такие молодые все из себя, молодые, молодые, вот такие вот какие-то бессильные у нас, ничего вот этого нет. Вот важно проснуться. Мы часто говорим в Церкви о пробуждении. На самом деле пробуждение это глубоко личное переживание, когда ты лично должен проснуться, пробудиться лично, вот как бы встать из своего сна и бодрствовать, и вести вот такую бодрствующую жизнь. А то мы спим, как ученики в Гефсиманском саду, в молитвах как-то сонно, в прославлении мы как-то сонно, вот как-то у нас вот все вот, вот вот такое, знаете, на расслабоне все. Бодрствующее состояние, когда ты понимаешь, что у тебя очень короткая жизнь. Вы знаете, вот большинство из вас намного младше меня, но я вам скажу, мне за 50 лет, недавно и исполнилось, за 50 лет, у меня такое чувство, что я вообще еще как бы, это так быстро произошло, я даже не заметил. Еще вроде бы недавно церковь начинали, а сейчас уже больше 30 лет я в служении, как будто все так быстро уходит. Вы опомниться не успеете, как вам уже 30, смотришь уже 40, думаешь, о-о-о, так долго не живут, а тебе уже 50. И говорят, дальше тоже жизнь есть. После 50. И это происходит намного быстрее, чем мы думаем. Бог нам дал такую короткую жизнь, для того, чтобы мы провели ее активно. Поймите, это уникальность. Я не знаю, как вы, я не сильно верю в реинкарнацию, что мне еще когда-то Бог даст. Конечно, я как бы не против, если вдруг. У меня недавно, вчера передача даже об этом вышла, про реинкарнацию. Но так, чтобы сильно я в это верить, нет. Потому что вот Бог дал нам одну жизнь. Я, честно говоря, сюда бы и не хотел еще раз. Как говорил Иисус, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. Вот. И иногда такие откровения каждому из нас приходят, да? Доколе терпеть всех вот тут. Вот. И жизнь такая короткая, но этот шанс нужно использовать, понимаете? Потому что такое чувство, что вот люди, они как будто и не пожили всю жизнь. И мы уже 70-80. Я вот иногда общаюсь с пожилыми людьми, они говорят, а такое чувство, что вот всегда готовился жить, а так и не начал. Вот всегда, знаете, вот здесь такие люди, они всегда к чему-то готовятся, вот к чему-то великому. Вот надо, ну я еще пока вот как бы в преддверии жизни, как бы в предбаннике, а вот потом придет время, вот тогда уж я заживу. И вот они так всю жизнь живут и никогда по-настоящему не живут. Все время как бы готовятся к жизни. Так вот, дорогие, жизнь это то, что происходит здесь и сейчас. В советское время очень странные песни бывало пели. Вот удивительно, как в советское время их допускали. Одна из знаменитых песен «Призрачно все в этом мире бушующем». Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется «Жизнь». Вот реально, дорогие, все призрачно. Вот это великое будущее, это просто призрак. Никогда не наступит она. И прошлое там, что было, не было, не знаю. Но вот есть вот это настоящее. И в этом настоящее нужно использовать по максимуму. Поэтому это и есть бодрствование, это осознание жизни. Сегодня. Сегодня время благоприятное, как написано у Павла. Сегодня день спасения. Сегодня время благословения. И это необходимо, если ты желаешь по-настоящему исполнить Божье призвание, необходимо это осознавать. У меня жезл миндального дерева. Бог бодрствует, и я должен жить бодрствующую жизнь. Смотрите дальше. Тринадцатый стих. «И было слово Господне ко мне в другой раз. Что видишь ты? Новое видение. Я сказал, вижу поддуваемый ветрами кипящий котел и лицо его со стороны севера. И сказал мне Господь, от севера откроется бедствие на всех обитателей сей земли. Ибо вот я призову все племена царств северных, говорит Господь, и придут они, и поставят каждый престол свой при входе в ворота Иерусалима, и вокруг всех стен его, и вокруг городов иудейских. И произнесу над ними суды мои за все беззакония их, за то, что они оставили меня, и воскуряли фимиам, чужеземным богам, и поклонялись делам рук своих». И вот второе видение мне искусственный интеллект нарисовал, как он видел котел кипящий и ветер, который дует с севера. И Бог говорит, знаешь, дорогой, «Еремия, ты, конечно, молодой человек, ты еще не подозреваешь, но я помещаю тебя в очень непростое время». Это время напоминает как раз вот этот кипящий котел и ветер, а когда ветер дует, то огонь только еще сильнее и сильнее раздувается. Вот это то время, тот период, в который Еремия, этому молодому парню, надлежало было жить. Я вам хочу сказать, вы даже не представляете, в какое время вы родились, какие события сейчас происходят. Они уже происходят. Уже сегодня очень многие люди не понимают, что творится. Уже даже многие привыкли жить, когда все нестабильно. Вот когда мы что-то планируем, даже уже неизвестно, а через неделю это будет актуально или уже неактуально. И что-то такое произойдет, что все эти наши планы нужно будет отменять. Потому что все меняется так быстро. И на самом деле ощущение, словом этот огонь горит и дует вот этот ветер, который раздувает его, все сильнее и сильнее. И есть удивительные времена, такие драматические времена истории. И именно в эти времена, казалось бы, неудобные, сложные, трудные, как раз Бог в эти времена действует как никогда. И если мы сегодня живем в такое время, и мы даже не представляем, что еще в будущем раскроется, я абсолютно уверен, сегодня Бог точно так же выискивает молодых людей, которые даже не подозревают, что произойдет. Выискивает и показывает, да, это время сложно, как этот кипящий котел. Но именно в это время ты нужен мне. Именно в это время я призываю тебя. Именно в это время. Поэтому, вы знаете, мне кажется, те молодые люди, которые живут сегодня и растут сегодня, для вас эти слова, прыжок к пророку Еремии. Они, наверное, актуальнее, даже чем для меня были в конце 80-х, когда я принял Иисуса Христа, там, или в начале 90-х, годов прошлого века, даже уже прошлого тысячелетия, когда мы начали наше служение. И вот после всего этого, смотрите, Бог говорит, а что же нужно? 17 стих. И вот я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медную стеною на всей этой земле против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобой, говорит Господь, чтобы избавлять тебя. И посмотрите, дальше Бог говорит ему, вот чтобы по-настоящему служить мне, чтобы ты не был опозорен, ты должен быть смелым, ты должен стоять твердо, ты должен быть абсолютно уверен во мне и иметь связь со мной. Тогда ты сможешь пройти, тогда ты не будешь опозорен. Потому что то, что ты будешь делать, будет вызывать большое непонимание и не просто непонимание, а даже вражду. Мы-то думаем, что если я делаю то, что Бог хочет, передо мной такая дорожка ковровая, и все говорят, какой великий помазанник, как он мощно служит Господу, сколько людей там исцелилось, сколько людей пережило чудо. Вот у нас эти искаженные картины современных помазанников, которые по большей части обыкновенные шарлатаны, которые используют доверчивость масс. Вот это и есть служение. Настоящее служение очень часто вызывает непонимание, отвержение, агрессию и часто вражду. Какую вражду? А Бог и показывает, смотрите, здесь. Кто же будет враждовать? И тут посмотрите, вот три категории людей, которые будут недовольны служением пророка. И очень часто именно вот эти три категории людей недовольны людьми Божьими. Смотрите, вот против царей Иуды и против князей его это первое. Власти и чиновники. Первые, кто недовольны. Второе. Священников его. Священники и местные пророки тоже были очень недовольны пророкам Иеремии. И третья категория. Против народа земли сей. То есть простые, простые люди. Почему же они были недовольны? Если мы возьмем первую категорию власти и чиновники. Да потому что Иеремия приходил и он обличал их. Он говорил, да вы что творите? Вы обогащаетесь. А люди все больше нищают и нищают. Ваше правление несправедливое. Распоряжение финансов, оно несправедливое. Вы о вдовах не заботитесь, о сиротах не заботитесь. Вы заботитесь только о вашем кармане. Вы взываете к патриотизму, говорил Иеремия. Но ваш патриотизм это просто-напросто заставить людей умирать за ваши интересы, за ваши богатства. Вот весь ваш патриотизм. Как таких людей называют сегодня? Называют их диссиденты, да? Иеремия стал у них на дороге и их обличает. Обличает их. Они стали обвинять его. Да ты что, Иеремия? Ты вообще не патриот? Ты свою страну не любишь? Потому что когда людям угрожают их интересы, сразу же ты страну не любишь? Скажи, подожди, подожди, это политика, а политикой мы не занимаемся. Скажи об этом Иеремии. Не занимается он политикой. Есть жизнь. Есть жизнь личная, есть жизнь семейная, есть жизнь общественная. И Бог желает действовать в каждой из этих сфер. Бог желает наполнять каждую из этих сфер. Мы хотели бы иметь такого карманного Бога, чтобы у нас такой Господь, вот мы тут собираемся, и тут что-то друг другу служим, вот так тихо, мирно. А Бог говорит, я тебя направляю ко всем, и к вельможам, и к князьям народа, и к правителям. Естественно, эти правители, они не просто не любили Иеремию, они его ненавидели. Когда царь Иоаким прочитал пророчество, которое поступило от Иеремии, он был такой в гневе, он разорвал на маленькие кусочки и сжег это все пророчество. Терпеть его не мог. А потом решил и с пророком разобраться, и за то, что он так себя плохо ведет, и дух народа патриотический как-то он не поддерживает, то царь Иоаким повелел его бросить в темницу, и Иеремия оказался в темнице за свои пророчества, потому что он говорил о разрушении Иерусалима, о том, что Бог будет наказывать Иудею за грехи, за беззаконие, за всевозможные несправедливости, и бросили в темницу, в темницу, где была плохая вода, где была очень скудная еда, но Бог предупреждал, будь смелым. Скажешь, Господь, вот на такое я не договаривался. Стоять на сцене я договаривался, вещать людям я договаривался, чтобы там стадионы слушали, аллилуйя, аллилуйя, вот на это я, Господь, согласен, чтобы потом меня там с охраны уводили в машину, садили, вот это, Господь, я готов вынести ради имени Твоего, а вот это, не, 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 на такое я не договаривался. Но потом его освободили, конечно же, Но при царе с другом уже Сидекии его снова бросили, на этот раз в грязный колодец. Его там обвинили в деморализации воинов, что он разрушает боевой дух иудейской армии против интересов. Вот оказался он на глубине колодца после этого. Однажды, когда он уже освободился и был у ворот Иерусалима, его тоже обвинили в дезертирстве и повторно заключили снова в темницу. Вот так власти, вот так чиновники, вельможи, олигархи этого времени относились к человеку Божьему, к пророку. Вторая категория, которая ненавидела его, это священники и пророки. Потому что это же не то, что вот Еремия говорил о Боге, о том, что важно Господу служить, а все остальные говорят, нет, мы в Бога не верим. Нет, они как раз верили в Бога. Да еще как верили, лучше, чем Еремия верил. Потому что Еремий это был еретик, понятно, а их священники были нормальные. Их священники были правильные. Поэтому, когда там Еремия что-то говорил, то священник Пасхор бил его, Еремию, и заключил его в колоду за его пророчество. Потому что то, что говорил Еремия, расходилось с тем, что говорили эти пророки. А они говорили о мире и о безопасности. Что нашу сторону Бог любит больше всех и благословит больше всех. Что ничего плохого с нами не приключится, потому что Бог на нашей стороне. Это любимое дело всех лже-пророков на ремнях писать с нами Бог и идти воевать. Любимое дело. Такие пророки утешения говорили то, что хотят от них слышать. И Библия говорит, что люди всегда себе любят выбирать тех, кто льстили бы их слуху. А пророки Божьи не льстят слуху. Поэтому они как бы не собирают так много лайков, как прочие. Но Еремия это не остановило. Он говорил, что ваши пастухи пастут сами себя. Он говорил, что ваши пророки, они говорят ложь, говорят неправду. Как такого можно любить? Как такого можно любить? Самое главное, что Еремия говорил, послушайте, настоящее служение Богу – это не исполнение обрядов и не исполнение ритуалов. А это когда ваши сердца принадлежат Ему. Когда вы стремитесь внутри себя исполнить Его волю. Когда вы пытаетесь в своем характере уподобляться Его, Его благости, Его справедливости, Его милосердию. Вот что такое настоящее служение. А не просто прийти, какие-то обряды совершить и идти в своей жизни жить. У Александра Блока есть такие строки. Так сильно и ярко характеризуют веру во многом в нашей стране. Вот послушайте, что Блок пишет. Грешить бесстыдно, непробудно, Счет потерять ночам и дням, И с головой от хмеля трудной Пойти сторонкой в Божий храм. Кладя в тарелку грошек медный, Три да еще семь раз подряд Поцеловать столетний, древний и зацелованный оклад. А воротясь домой, Обмерить на тот же грош кого-нибудь, И пса голодного от двери, И кнув, ногою отпихнуть. Вот такая вера. Пошел там, помолился, Сколько надо приложился, Грошек медный пожертвовал, А потом пошел Обдирать других там, допинать, И творить все, что хочешь. Конечно, кому нравятся пророки, Кому нравятся люди Божьи, которые обличают такое служение. Не, 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 такие никому не нравятся. Поэтому духовенство того времени, священники, пастыри, пророки, они далеко не жаловали Еремею, нет. Но знаете, что самое-то интересное? Самое интересное, что, казалось бы, простой народ, да, третья категория, должны были любить его, Потому что он-то ведь выступал за их интересы. Он же говорил, что вас обижают, вас грабят. Но и они ненавидели Еремею. Потому что им не нравилось, как-то вот, всегда приятно, когда о нас говорят хорошо, А когда говорят, что мы грешим и должны покаяться, а если не покаемся, Бог нас накажет и разрушит. Кому такое нравится? Люди любят, когда возгревают их величие. Мы самый великий народ, у нас самая великая история, у нас самое великое будущее. Вот таких любят. А тот, кто говорит, да вы что? Как Еремия, он брал ермо, которое на скот вешали, Одевал себе на шею и показывал, говорит, вот точно так же и вы за ваши грехи, за ваши беззакония, Точно так же и вы будете порабощены. Людям не нравилось, не нравилось такое, такое порочество, какое ермо, нет. А Еремия даже на этом не остановился. Он взял глиняный горшок и стал говорить, что точно так же, как горшечник. А на еврите, в книге Еремия, горшечник звучит как творец, то есть это явное указание на Господа. Как горшечник, он волен делать с глиной, что хочет. И если что-то будет ненужное, неугодное, он просто это сомнет. Точно так же и творец, он не будет терпеть неугодный ему народ. И Еремия взял глиняный сосуд и пошел в долину Гейеном. Это долина, где язычники приносили свои жертвы. И там он взял этот сосуд и сказал, и точно так же и Бог разобьет. Неугодный ему народ, как расколет этот глиняный сосуд. И он там сокрушил этот сосуд. Гейеном. Интересно, что вот этот Гейеном, это и называется долина Гейеном, Гейенна Огненная. С того времени, как вас благодаря этому порочеству пошло, что Божий суд будет как раз вот в Гейене Огненной. Потому что после того, как там язычники приносили жертвоприношение, в этой долине Гейеном была свалка, и там был такой смрадный запах, воняло там. И вот как раз это символ некого наказания Божьего. Это все пошло с пророчества Иеремии, который в этой долине Гейеном взял глиняный сосуд и расколол его. Поэтому людям тоже не нравилось. Не нравился такой пророк, который их обличал. Говорил, что ваша религиозность только внешняя, на показ. Ваши жизни, вы ничем не отличаетесь от остальных, от ваших вельмож. Такие же нечестивые, такие же злые, такие же эгоистичные. У вас нет любви друг к другу, нет любви к Господу. Ну кому может такой пророк понравиться? Кому такое служение может понравиться? И поэтому простые люди, они так же ненавидели его. Видите, то, что здесь написано, да, и будет против него цари Иуды, князья его, священники и народ земли сей. Все были против. Но что интересно, когда Иеремия пророчествовал, он говорил, что Бог возьмет Вавилон как инструмент и использует для того, чтобы наказать Иудею. И Иерусалим будет разрушен. Тут вообще стали говорить, что он просто пособник иностранный. Он чужие интересы продвигает, он возвеличивает наших врагов. Это что за пророк такой? Это никакой не пророк. Но Иеремия не остановился. И он сказал, что да, Вавилон, он будет как инструмент суда в руке Божьем. Как эта золотая чаша, из которой люди выпьют. Иудеи выпьют гнев Божий, народы выпьют окружающий гнев Божий. Но и сама эта чаша тоже нечестивая. Сам Вавилон тоже беззаконный. И эта чаша тоже будет разбита. То есть, видите, его все не любили. И свои не любили. Иудеи. И в Вавилоне не любили. Он про них тоже ничего хорошего не говорил. Да, он говорит, вы будете инструментом Божьим. Но вы сами-то не сильно лучше. И окружающие народы вокруг Иудеи. И им он также ничего не говорил хорошее. Все вокруг негодовали на его слова. Но все произошло так, как предрекал Еремия. Пришли вавилоняне. Остатки иудеев бежали и забрали с собой уже пожилого Еремию. Хотя он отказывался, он не хотел уходить. Но они его силой захватили и увели в Египет. И там он умер в Египте по преданию. Его, скорее всего, убили свои же соплеменники, которые были и там недовольны его словам, недовольны его пророчеством. И, казалось бы, знаете, довольно трагичная судьба. Человек не просто всю жизнь бодрствовал. Он просто был в таком напряжении, что, кажется, не позавидуешь. Но одновременно, вот в его книге, в книге пророка Еремии, помимо пророчеств Иудеи, помимо пророчеств для Вавилона, помимо пророчеств разным народам, есть удивительные слова о Новом Завете. И в книге Еремии, 31 главе, 31 стих, наверное, одно из самых ярких пророчеств о Новом Завете. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет, не такой завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренности их и на сердце их напишу его. И буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не воспомяну более». Видите, Иеремия пророчествовал о Новом Завете, который Бог заключит со своим народом, когда уже будет закон записан не на каменных скрижалях, закон будет записан в сердце. Именно этот закон и был заключен, когда на землю спустя несколько столетий пришел наш Господь Иисус Христос. И таким образом, знаете, словно от пророка Еремии до Христа какой-то мостик был проложен. И не случайно, когда однажды Иисус спросил своих учеников, за кого люди почитают меня, то ученики сказали, одни за Иоанна, крестителя, другие за Илью, некоторые за Еремию или за одного из пророков. Среди вот этих, за кого Иисуса почитали, был назван Еремия. Почему? Да потому, что служение Иисуса Христа очень сильно напоминало служение Еремии. Конечно, Иисус это был не просто пророк, это был Сын Божий, это был Мессия, который пришел на эту землю. Точно так же он столкнулся с негодованием всех этих трех категорий людей. Во-первых, его не любили правители и всевозможные чиновники. Ни свои типа Ирода, ни римские типа Понтии Пилата, никто его не любил, но не приходилось он ко двору. Как-то он странный был, этот Назарянин мутил тот нам воду, непонятно. Лучше пускай он погибнет, чем весь наш народ погибнет. Лучше его в жертву отдадим. Вот так решили они. Не прислушивались его, хотя у Пилата вроде была уникальная возможность. Я вот подумаю, у тебя такая возможность, ты один на один с Сыном Божьим. Но ничего, кроме смертного приговора, он не мог вынести из этого общения с Сыном Божьим. Думаешь, какая же печальная судьба. Но не понимали, ценности разные, часто у сильных мира сего. Они заботятся о своем положении, о своем кармане, о своей репутации. А тут кто-то приходит, кто пришел созидать и искоренять, насаждать, разрушать. Нет, нет, такого нам не надо. Это опасно, это как-то вот лучше, как-то без этого. Местные священства и первосвященники, и все эти каяфы всевозможные, и фарисеи, и саддукеи, все эти религиозные партии тоже как-то не жаловали Иисуса. Как-то вот он неправильно как-то учил, и субботу как-то неверно соблюдал, и исцелял никогда надо, и говорил какие-то такие непонятные вещи. Нет, 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 то есть мы верим в Господа, мы любим Господа, но этот чудак чего-то не то проповедует. Опять он не пришелся ко двору. И простые люди, казалось бы, должны были быть за него, но и они точно так же, да? Он их вроде бы исцелял, освобождал, благословлял, но когда нужно было возвысить свой голос, они закричали «Распни его, распни!» Потому что толпа очень просто, очень легко поддается всевозможным манипуляциям и воздействию. Куда ее направят люди там? Туда они, за тех они и голосуют. Легко они их манипулируют этой толпой. Так же произошло с Иисусом Христом, Сыном Божьим. Но вот это, знаете, вот эти великие слова, которые сказал Иеремия, предрекая приход Мессии, предрекая заключение Нового Завета, которое Иисус Христос совершил на Голгофском кресте. На Голгофском кресте. И представьте себе, мы с вами люди, которые собираются в церкви, мы христиане, мы верующие. и у нас есть как примеры Ветхого Завета пророка Иеремия, так, наверное, главный пример Нового Завета Иисус Христос. Когда смотришь на это, думаешь, Господи, какой путь нам предназначен? Мы что должны совершить? мы же понимаем, что точно так же живем в драматический период истории и точно так же истина Божья далеко не в почете. Точно так же истина попираемая и пренебрегаемая, как было и во времена Христа, как было и во время пророка Иеремии. Иеремия не был таким пророком, который взял, отделил себе к группу людей, 100, 200, ну 300 человек, собрал их вокруг себя и они там учили друг друга и пророчествовали друг другу и говорили друг другу. Пророчество сестре Руфе, пророчество брату Йосе и вот там вот жили своим маленьким мирком. Нет, он не отделил себе маленькую группу людей, которые он там пророчествовал, он выступал и он говорил ко всему народу. Он говорил к начальникам, он говорил к чиновникам, к власть имеющим, к богачам, к людям. Он не отделил себе маленькую группу людей. Мы сегодня думаем, что служение Богу это отделить себе маленькую группу людей и там устраивать себе маленькие такие духовные движухи, вот друг другу говорить там что-то, ну как эти пророки хорошие, ты молодец, а ты будешь еще молодец, Бог тебя любит, а тебя еще сильнее, себя он поднимет, а тебя ой-ой-ой, как сильно поднимет. И говорим друг другу эти приятные вещи, побурлим там что-то немножко у себя и уходим. Настоящий голос, это, который слышен везде, не в этой маленькой группе, маленькой секте, маленькой церквушечке, которая там что-то внутри происходит, а которая касается всего общества. Поэтому я так хочу, чтобы вы раздвинули рамки вашего мышления, возможно кого-то из вас Бог поведет, говорить к людям, говорить в разных сферах. Я помню однажды к нам приезжал один служитель, Кент Маттокс, я запомнил его слова, он там много такого говорил очень интересного, вот неожиданного, но одной из вещей, которых он сказал, он говорит, Виктор, я хочу сказать тебе, не относись к своей церкви, как вот к людям, которые собраны здесь, в вашем зале. Он сказал на воскресном служении, да, у вас хорошая церковь, но воспринимай как свою общину весь город Екатеринбург, говори к нему, говори к людям, которые не сидят здесь, потому что Бог сделает, что слова будут слышны благодаря современным средствам связи, интернету, и прочим, говорит, там, где ты даже не предполагаешь. Я тогда не сильно отреагировал на его слова, теперь я понимаю, о чем он говорил, очень опасно, когда мы замыкаем свое мышление, вот эту нашу маленькую общину, маленькую конгрегацию, которой мы как бы должны вот тут служить, и вот мы тут служим друг другу, и вот вот такая, как бы Еремия собрал бы маленькую группу, и вот они бы там служили, или Иисус бы там закрылся денег там в доме в Назарете, и днями, ночами тренировали духовные дары друг на друге. Нет, он шел, казалось бы, Иисус, зачем ты идешь в Иерусалим, ты же понимаешь, надо подальше от Иерусалима, такое время сейчас неспокойное, тут и римские власти, тут и зелоты, тут столько сложностей, тебя ведь не любят, тебя ненавидят, зачем тебе идти в Иерусалим? А он умный человек был, он же понимал, но все равно шел, потому что только так мог голос его зазвучать, зазвучать мощно и зазвучать широко. Точно так же, дорогие, возможно, кого-то из вас Бог направит, как вы даже не предполагаете, чтобы голос в вас звучал, но это и есть настоящее пророческое призвание, не отделиться маленькой группой и служить там друг другу в своем маленьком городе, там поселке или деревне, а говорить к людям, говорить к людям, говорить к разным категориям людей, это и есть настоящее служение, потому что сегодня, когда появляются такие люди, и они говорят властям о коррупции, говорят олигархам о беззаконии, говорят власть, имеющим о преступлениях, нам кажется, ой-ой-ой, это никакое отношение к Богу не имеет, потому что легко видеть пророков в прошлом, очень трудно их уметь разглядеть в настоящем, но ценно не просто знать прошлое, мы не просто любители библейской истории, мы призваны служить людям нашего поколения, людям нашего века, точно так же вы, молодые люди, вы призваны служить вашему поколению, не просто в рамках общины, там, в рамках какой-то церкви, намного больше и намного шире, поэтому я так бы хотел, чтобы вы раздвинули ваше понимание, раздвинули ваш кругозор и могли представить, что у Бога большие планы, мы живем на пороге непростых событий, мы живем в драматическое время, в сложное время, когда вы чувствуете экзальтация, она нарастает, когда церковь сегодня, знаете, так подгибает голову, прячется и такая, я вот тут тихонечко сижу и вот тут тихонечко служу и благословляю всех, Бог поднимет на самом деле людей, возможно, верующие не будут поднимать, возможно, там, какие-то пасторы, проповедники не будут понимать, не будут соглашаться, какое это имеет значение? Если бы Еремия ориентировался там на местных пророков, местных там священников, да он никогда бы ничего не сказал и ничего бы не сделал, если бы он ориентировался на количество лайков под своими пророчествами, но он ориентировался не на количество лайков, не на количество одобрений и перепостов, он ориентировался на то, что Господь желает, а Бог всегда желает поднять таких людей, которые бы вышли из этого религиозного болота, из этих всевозможных рамок и стереотипов и могли делать то, что Бог желает, Бог таких людей и призывает. Это страшно, это опасно, это непросто, но это и есть настоящее служение, а все остальное – это просто религиозная игра, когда мы просто забавляем друг друга, пока смерть не разлучит нас. Играем в эти все вещи и пытаемся что-то изображать из себя, не имея ни силы, ни власти, никакого особого помазания. Дорогие друзья, вы услышали проповедь, которую я произнес на нашем молодежном молитвенном уикенде. Она была посвящена судьбе пророка Иеремии. И не случайно я именно с этим словом обратился к молодежи, потому что эта великая, грандиозная судьба началась с того, как простой юноша стоял и смотрел на ветвь миндального дерева. Точно так же я думаю, что эту проповедь смотрели молодые люди, и у Бога точно так же для вас большое призвание, большое служение. Но сейчас у вас всего лишь какая-то ветвь миндального дерева. Но с этой ветви миндального дерева, с великого призвания Бога, начинаются великие судьбы. Я хочу помолиться за вас, чтобы Бог благословил вас и исполнил свою волю в вашей жизни. Всемогущий Господь, я молю за каждого, кто смотрит эту передачу, смотрит эту проповедь, Господь. Особенно за молодых людей, коснись их Духом Святым, наполни Божий их, расширь их рамки, расширь их видение, Господь. Чтобы великая судьба, которая у тебя приготовлена для них, исполнилась. Возможно, они даже сейчас не подозревают, что ты собираешься совершить в их жизни и через их жизнь. Но я молю, чтобы они были открыты и делали то, что ты повелеваешь им, что ты приготовил для них. Во имя Твое Святое. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»